Сегодня я расскажу вам про необычный флагманский смартфон. Начнем с того, что это одна из первых моделей известного производителя сетевого оборудования TP-Link и стоит она всего 200 долларов. В чем же подвох? Давайте разбираться и знакомиться с TP-Link Nefos C5 Max. На самом деле тут нет никакого подвоха. Это действительно флагман, только в своей линейке из трех смартфонов. Младшенький Nefos C5L, потом C5, о котором вам рассказывала Ника и, собственно, самый мощный из них C5 Max. Внешне он действительно выглядит как флагман. В дизайне при желании можно найти заимствование, особенно закругленные углы и большую черную рамку вокруг экрана. Зато даже на белом корпусе в глаза не бросаются такие мелочи, как динамик или датчики освещения и приближения. А вот надписи TP-Link спереди и Nefos сзади не заметить невозможно. Лицевую панель от крышки корпуса отделяет ободок из пластика, который отчаянно пытается мимикрировать под металл. Задняя часть – это ванночка из матового пластика с перламутровым отливом. За счет того, что она закруглена по бокам, не самый маленький и тонкий C5 Max удобно удерживать одной рукой. Задняя крышка съемная, для этого сбоку есть специальная выемка. Сделано это для замены двух сим-карт формата микро и карты памяти, но никак не аккумулятора. Он прикрыт металлической пластиной, так что заменить его самостоятельно не получится. Странно, что при толщине корпуса почти 9 мм камера над ним немного выступает. Справа от нее есть обычная двухдиодная вспышка, а чуть выше – второй микрофон для шумоподавления. Основной на нижней грани рядом с портом microUSB. Выходу для наушников здесь места не нашлось, поэтому его разместили сверху. В нижней части крышки находятся несколько маленьких отверстий, которые прикрывают динамик. Он немного писклявый, но главное – громкий, так что пропустить звонок не получится, даже если вы спите. Кнопка питания блокировки и качелька громкости на правой грани прямо под большим пальцем. Несмотря на то, что на них есть насечки, они все равно достаточно скользкие. В общем, к корпусу C5MAX особо не придраться. Хоть и нет металла, зато все основательно собрано и не скрипит. Раз C5MAX самый старший в линейке смартфонов Nefos, то и дисплей у него должен быть самый крутой. Так и есть. Здесь установлена IPS-матрица с диагональю 5,5 дюймов и разрешением Full HD. Самое интересное, что это далеко не все преимущества этого экрана. Во-первых, белый цвет. Не синеватый, не желтоватый, а почти настоящий белый. Кроме тех случаев, когда смотришь на экран под углом. Тогда белый приобретает сероватый оттенок, а остальные цвета минимально блекнут. Во-вторых, насыщенность цветов. Да, контрастности AMOLED здесь нет, но цвета действительно яркие и реалистичные. Черный цвет не удивил. Такой же, как и у большинства IPS-экранов. Вроде бы черный, но под углом чуть сереет. На толстенные рамки вокруг экрана и отсутствие олеофобного покрытия я бы не обижался. Все-таки мы имеем дело с недорогим смартфоном. Зато яркостью можно гордиться. Максимальное значение комфортно даже в солнечную погоду. В старшем Nefos установлен почти такой же чип, как и в среднем МС5. Только у Mediatek MT6753 вместо четырех ядер – восемь. Видеоакселератор такой же – Mali-T720. Оперативной памяти столько же – два гигабайта. А вот разрешение экрана увеличилось до Full HD. 1920 на 1080 точек – максимальное разрешение дисплея, которое может вытянуть этот чип. Но даже с Full HD пожаловаться на производительность операционной системы не получится. Все работает шустро и плавно. Нет никаких подергиваний или рывков, кроме разве что анимации очистки памяти. Но это скорее всего вина оболочки, которая установлена поверх Android 5.1. Из-за пестрых иконок и отсутствия меню приложений мне лично она отдаленно напоминает китайскую MIUI, только чище, опрятнее и с красивыми кириллическими шрифтами. Не переживайте, если вы пользовались стоковым Android, то и с этой оболочкой не возникнет никаких проблем. Вот вам стандартная шторка уведомлений, привычные настройки и меню запущенных приложений с кнопкой очистки. Кстати, если сдвинуть окошко программы влево, на нем появится замочек. Это означает, что во время полной очистки приложение не закроется. Звонилка, сообщения, часы и галерея тоже на месте, правда с немного измененным оформлением. Непонятно, зачем для настроек лаунчера рядом с основными кнопками управления системой разместили кнопку настроек лаунчера. Убрать ее, к сожалению, нельзя. Она нужна для быстрой смены обоев, добавления виджетов, изменения эффекта пролистывания рабочих столов или смены темы. Да, для последних есть специальное приложение, где можно загрузить разные темы, обои, шрифты и прочее. Контента здесь пока маловато, но со временем список должен увеличиться. Видно, что в TP-Link усердно потрудились над оболочкой, так что здесь есть несколько уникальных приложений и возможностей. Например, продвинутые скриншоты. С помощью кнопки в шторке можно выделить определенную область экрана, либо вообще сделать длинный скриншот из нескольких страниц. Правда, работает последняя функция только в стоковых приложениях. Есть еще центр оптимизации смартфона. Тут можно удалить ненужные приложения, активировать собственный режим энергосбережения и настроить уведомления. Столько рассказывал про систему C5 Max, а о производительности в играх ни слова. Да, потому что рассказать здесь особо и нечего. MT6753 на пару с Mali T720, откровенно говоря, не лучшее решение для мобильного геймера. Простенькие аркады и не ресурсоемкие игрушки смартфон потянет. С ними проблем не будет. Давайте лучше попробуем запустить Asphalt 8. Более или менее нормально он заработает только на низких или очень низких настройках. 16 FIFA почти неиграбельно из-за серьезного проседания FPS. 15-ая идет без проблем. Хотя вот Modern Combat 5 кое-как работает. Можно привыкнуть немного и спокойно проходить игру. Если вас, конечно, не будет смущать существенный нагрев корпуса в области камеры. От недорогого устройства точно не ждешь 13-мегапиксельного модуля со светосилой f2.0. Как минимум по последнему параметру этот Nefos должен обходить конкурентов в своей ценовой категории. Так ли это на самом деле? Ну почти. В светлое время суток снимки получаются очень даже ничего. Чаще всего с правильной цветопередачей, неплохим фокусом и отличной детализацией. Сама камера не очень шустрая. Автоматика может иногда ошибаться с экспозицией, поэтому для получения хорошего снимка может понадобиться несколько попыток. Неплохо работает режим HDR, а иногда прямо спасает. Вот вам фотография с неестественно с желтой травой, которая на самом деле была зеленой и еле-еле заметной текстурой неба. А вот это HDR-фотография, на которой все хорошо. В плохом освещении камера тоже ведет себя достойно. Шумов не так много, а цвета правильные. Основная камера снимает видео в Full HD. Результат выглядит вполне стандартно. Тут все неплохо, кроме разве что отсутствия следящего автофокуса и не самого широкого динамического диапазона. Пятимегапиксельная фронтальная камера делает вполне себе неплохие снимки, но только при хорошем освещении. Стоковое приложение камеры порадовало своей простотой и приятным дизайном. Все переключатели на месте, есть несколько режимов съемки, а также восемь инстаграмоподобных фильтров. Последний пункт – автономность, с которой у C5 Max все неплохо. Еще бы, смартфон-то пухленький, поэтому и аккумулятор пусть не рекордной, но приличной емкости – 3045 мАч. С таким не самым производительным чипом и автояркостью смартфон может легко проработать целые сутки и попроситься на зарядку только утром. Если же вы из тех, кто не так часто берет в руки телефон, то его и вовсе хватит до обеда следующего дня. Geekbench не даст соврать. Конечно, C5 Max вряд ли можно сравнивать с другими флагманами. У TP-Link скорее получился недорогой фаблет с отличным экраном, функциональной оболочкой и достойной автономностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok